Настоящий праздник современного танца, музыки и свободы объединил лучших брейкеров со всего Южного федерального округа. Впервые чемпионат такого уровня прошел в нашем городе. Подробности в следующем материале выпуска. Форма одежды свободная, рост, вес, комплекция значения не имеют. Все, кто собрался в минувшее воскресенье в спортивной школе «Триум» в Славянском и Кубани, объединяет одно – любовь к современным танцам. Чемпионат Южного федерального округа по брейк-дансу «Брейкстав» прошел в нашем городе впервые. Настоящий праздник уличного танца стал возможен благодаря поддержке Управления по делам молодежи и комплексного молодежного центра «Континент». Просто неожиданная обстановка и атмосфера большого-большого уличного праздника, который сегодня делаете вы, прежде всего участники и, конечно же, родители. Огромное спасибо родителям за то, что вы поддерживаете ребят, поддерживаете наше творчество и уличные танцы. Друзья, Славянский район и город Славянск на Кубани – это город молодежи в первую очередь. Здесь любят брейк-данс, здесь любят хип-хоп, здесь очень любят гостей и очень любят такие хорошие, большие мероприятия. «Мы к этому чемпионату шли очень давно, много планировали на это время. Примерно полгода назад мы только запланировали его провести. Это как бы была наша мечта. Очень круто все. Приехали такие города, как Сочи, Тимаше, Абинск, Амаба, Краснодар. Участников очень-очень много». Брейк-данс появился в Америке в 60-х годах прошлого столетия. Именно тогда молодые люди, своеобразно двигающиеся под музыку и делающие различные трюки под определенный музыкальный темпоритм, начали объединяться в творческие группы. По сути, брейк-данс – это слияние спорта, единоборств и танцев, которые несут в себе свободу и легкость. Настоящие бибои должны уметь все – крутиться на голове, прыгать выше собственного роста, уметь импровизировать под любую музыку. И не важно, сколько тебе лет. Но не только юноши, но и представительницы прекрасного пола приходят в брейк. Сейчас брейк-данс набирает популярность по всему миру. Для многих он стал стилем жизни, формой общения, а может даже и философией. По итогам чемпионата славянские танцоры заняли призовые места сразу в двух категориях. Среди одиночных бибоев в возрасте до 10 лет победа у Даниила Калитько. Среди команд Славянская на втором месте. Алена Лавринова, Георгий Калинин, программа «События».